На национальном телевидении Чуваши начинается новый сезон программы законодателей, а у Государственного Совета Республики начинается новый рабочий год с новым председателем. Сегодня фракция «Единая Россия» рассмотрела и тоже абсолютным большинством поддержала Альбину Егорову, для выдвижения ее на должность председателя Государственного Совета Чувашской Республики. Альбина Егоровна – человек успешный, зарекомендовавший себя с положительной стороны, ответственный, правильный, умеющий консервировать наш парламент. Парламент сделал свой выбор, большинство – за Альбину Егорову. Сложность очень ответственная. Конечно, все те выступления кандидатур, которые представлены от других фракций, для меня очень значимы. И, конечно же, в своей работе мы будем конструктивно взаимодействовать по всем направлениям. Будем в единой команде работать. Действительно, как вы сказали, у граждан много вопросов, проблем тоже много, которые нужно решать. Заместителем председателя Государственного Совета Чувашской Республики, председателем Комитета по бюджету, финансам и налогам избран Юрий Кислов. Его также включили в состав Президиума Государственного Совета. Новый спикер парламента стала первым героем рубрики «Время открытых дверей». Егорова Альбина Егоровна, депутат Государственного Совета Чувашской Республики по единому избирательному округу от регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Родилась 29 октября 1958 года в селе Абашево Чебоксарского района. В 1999 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности экономика и управления на предприятии. С 29 сентября 2016 года по 12 февраля 2019 года занимала должность заместителя председателя Государственного Совета Республики, председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам. 12 февраля 2019 года избрана председателем Государственного Совета Чувашской Республики. Замужем, воспитывает троих детей. Альбина Егоровна, здравствуйте. Добрый день. Больше двух лет вы были заместителем председателя Госсовета, и вы теперь стали председателем. Вот лично для вас, какие отличия в работе? Вообще сложно женщине возглавлять парламент? Насчет сложности я не скажу, потому что я до этого уже работала в крупном районе первым заместителем главы администрации Чувашского района до 2010 года. Потом 6 лет я работала руководителем Госслужбы Чувашской Республики. И вот уже, как вы сказали, около двух лет, более двух лет, я уже работала заместителем председателя Государственного Совета, но при этом я еще возглавляла комитет по бюджету, финансам и налогам. И вся эта работа, опыт работы на этих должностях, я думаю, мне уже понятно, четко все поставленные, все задачи, которые мы должны реализовывать и, наверное, помогут в моей работе именно на должности уже председателя Госсовета. Вот в этом году какие основные задачи стоят перед нашим парламентом? Какие важные решения предстоят? Ну, здесь нужно заметить, что мы уже год начали традиционно именно с обращения послания президента Российской Федерации, главы Чувашской Республики, которые в своих посланиях обозначили главные задачи именно государственной политики на территории Российской Федерации и на территории Чувашской Республики. Самое главное направление – это интересы наших граждан. И, конечно же, здесь президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путином было предложено очень большой пакет документов именно для поддержки наших семей. На примере семей, да? Какие конкретные меры или какие законопроекты будут на повестке дня касательно поддержки семей? Ну, здесь есть и льготы, есть и финансовые выплаты, есть и налоговые льготы. В принципе, вы, наверное, все слышали, и наши граждане, наверное, уже слышали, что у нас увеличивается пакет документов именно в плане поддержки для семей с детьми и при рождении первого, второго ребенка. Мы знаем, что если мы сегодня выплачивали, исходя из дохода члена семьи, полтора размера прожиточного минимума, то уже с 2020 года данная мера поддержка будет обозначена в размере двух, двух размеров оплаты прожиточного минимума. Кроме этого, соответственно, есть другие моменты. Это для детей, для оказания помощи семьям с детьми, инвалидами. Если сегодня ребенок-инвалид получал поддержку 5,5 тысяч рублей, то эта поддержка будет оказана уже до 10 тысяч рублей. Это тоже существенная поддержка для таких семей. Кроме этого, для семей, которые имеют ипотеку, именно с тремя и более детьми, здесь тоже уже оказывается будет такая мера поддержки за счет федерального бюджета 450 тысяч рублей. Вот посмотрите, у нас в республике указом главы, при поддержке, по инициативе главы Чувашской республики была введена такая вот мера поддержки для многодетных семей в размере 100 тысяч рублей за счет республиканского бюджета. Есть еще материнский бюджет, материнский капитал за счет федерального бюджета, 450 тысяч, плюс ипотека возмещения ипотеки семьи 450 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей. Наши семьи только в Чувашской республике и многодетные семьи могут уже получить такой существенный бюджет, более 1 миллиона рублей. Это существенная сумма, а для этого нужно, конечно же, обязательно, выверенно, индивидуально нужно подходить, рассмотреть полностью все вот эти моменты. Кроме этого, налоговые льготы тоже сегодня озвучены были президентом Российской Федерации, плюс еще освобождение налога на 6 соток земли. Много мер. Это, получается, мы будем принимать в ближайшее время. Я тоже думаю, это все будет сопряжено с федеральными изменениями в законодательстве. Ну и параллельно, конечно, мы тоже в себя будем вносить такие изменения на уровне уже Чувашской республики, поправки в законодательство. Уже в качестве спикера вы провели прием граждан. Вот с какими проблемами наши жители чаще всего приходят? Проблемы, конечно, разными вопросами люди приходят. Если я раньше возглавляла комитет по бюджету, финансовым и налогам, чаще всего наши пожилые граждане к нам обращались на прием граждан именно по микрофинансовым кредитным потребительским кооперативам. То есть многие, они зарегистрированы в Казани, они имеют у нас в республике. Часто под большие проценты люди закладывают свои деньги, а потом несколько месяцев получают эти процентные возмещения, а потом они просто-просто пропадают. Вот такими обращениями очень много было. Мы обращались и в отделение Национального банка Чувашской республики. В принципе, взаимодействие было и с органами прокуратуры, и с органами правоохранительных органов. Такие обращения мы направляли. И, конечно же, уже по результатам наших обращений, работы самих граждан, конечно, уголовные дела возбуждались. К сожалению, конечно, возвращать эти деньги было невозможно, потому что они как пустышки открываются и закрываются, и пропадают. Но, слава Богу, на федеральном уровне сегодня законодательство меняется, и финансовый уполномоченный появился по этим вопросам. Люди теперь могут справедливо обращаться именно к этому уполномоченному органу для того, чтобы решить свои проблемы. А чаще всего, конечно же, обращаются по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, ну и по другим вопросам. Это начисление налогов, это начисление по капитальному ремонту, также строительство дорог, ремонт дорог, содержание дорог. Казалось бы, эти вопросы местного значения, но, обращаясь к нам, мы, естественно, взаимодействуем с органами местного самоуправления, и эти вопросы уже быстрее решаются. Недавно обращался ко мне тоже житель Яльчикского района, Погорелец, там страховая компания тоже несвоевременно выплачивала. То, что страхуют люди, вот обратно уже получать сложновато. Но с нашим участием тоже гражданин получил хорошую энергию для уже восстановления жилья именно на том месте, где вот у него сгорел дом. Вообще большой процент удается все-таки решить? Ну, вот по моему анализу, где-то 67% положительного с моим участием были решены вопросы. Но в основном последние годы все вопросы можно решить через инициативный бюджет, или неоснованный на местных инициативах. Во многих случаях бюджет Чувашской республики там участвует в пределах 60% от проекта. Это очень существенная прибавка для того, чтобы наши населенные пункты могли, с участием наших граждан, могли все те насущные проблемы, которые необходимо вот сегодня решить, могли решить. Это очень большой плюс. Вот на ближайшую сессию, например, мы включили в повестку сессии, уже подготовили почти вопрос, и держим этот вопрос на контроле. Это по введению новых правил по обращению с коммунальными отходами. Да, вы предвосхитили мой вопрос. Я помню, как раз, что во время одного из выездных седаний обращались люди, говорили, что, вернее, даже главы, наверное, поселения, говорили, что просто нет возможности самим организовать мусорные площадки. Вот здесь что нужно? Совершенно правильно. Это было у нас в Комсомольском районе, когда мы выезжали. Многие главы сельских поселений говорили, что действительно средств в бюджете не запланировано, не хватает. Ну и здесь тоже сегодня пути решения можно найти. Это тот же инициативный бюджетель, основанных на местных инициативах граждан. То есть, получается, мы можем включить вот этот вот перечень, да? Да, сегодня уже есть такое положение. Многие сельские поселения обращаются для того, чтобы обустроить площадку и закупать эти кондиционеры, чтобы все-таки максимально было удобно нашим гражданам. Ну и с нашим участием тоже вот и глава Чувашской республики в своем послании обозначил, что все-таки по обращению сельских жителей много было обращения, то, что столько много мусора не производят, как вот в городе или в городском округе, да? Наверное, с этим можно согласиться, потому что действительно сельский житель, он прежде всего весь мусор, который производится от отходов пищи, да, оно скамбливается скоту, да? А потом все бумаги, там сухие ветки, они стараются все равно в печку, при топке бани или же там при приготовлении, для приготовления на улице. В многих населенных пунктах, если у подсобного хозяйства есть живность, оно все-таки все это приходится в обиход, все равно оно как-то вот таким образом используется. Ну, наверное, сегодня, я думаю, Министерство строительства сегодня работает над этим, чтобы нормативы для сельской жителей немножко пересмотреть в сторону снижения. Но у рекоператора сегодня тоже по закону есть право снизить царев, потому что ему предельную цену установили на одного жителя, да, у него с учетом этого, я настолько поняла, что при рассмотрении на совещание у главы Чувашской республики сегодня уже за январь месяц выставлены счета с снижением на 20%. Что ж, спасибо большое. Удачи в работе в этом новом вашем рабочем году. Спасибо. Я бы хотела вот в преддверии 8 марта все-таки всех женщин Чувашской республики поздравить с этим международным женским днем, пожелать всем весеннего, прежде всего, настроения, как хранители семейного очага. Хочу пожелать мудрости им, чтобы в нашей Чувашской республике было больше крепких, многодетных семей. Призываю просто молодых мам, есть возможности, нужно все-таки больше рожать детей в любви и воспитывать их в любви, и радоваться их успехами, чтобы могли. Ну и, конечно же, всех земных благ, земного женского счастья всем женщинам Чувашской республики. Ну что ж, вот такое мудрое пожелание от, пожалуй, самой мудрой женщины нашей республики, председателя Государственного совета Чувашии. До свидания. Основные вопросы 28-й сессии Госсовета также касались выборов. Ближайшие в нашей республике пройдут в 2020 году. Жителям Чувашии предстоит выбрать главу региона. Проголосовать теперь смогут и те, кто находится под домашним арестом. Раньше у них, в отличие от находящихся в следственных изоляторах, такой возможности не было. На уровне Федерации поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан приняли в конце прошлого года. Теперь в соответствие привели и местное законодательство. Дополнительными правами наделили и другую категорию граждан. Герои России и Советского Союза, которые родились в Чувашии, смогут вне очереди получить жилье по социальному найму. Им предусматривается предоставление жилых помещений. Конечно, есть определенные требования. Это отсутствие недвижимости на территории Чувашской республики. Кто под такие условия попадает, будут дополнительную поддержку получать. За 28-ю сессию депутаты регионального парламента привели в соответствие с федеральными еще несколько местных законов. Редактор субтитров А.Семкин